Церковный стрелок Михаил Фролов, который в декабре прошлого года оборонялся от бесов в храме в селе Мордовские парки, не будет отбывать наказание. Такое решение принял суд. Напомним, нетрезвый житель Атюревского района проник в местный храм поздней ночи. Туда его якобы привели следы кабана. Облачившись в рясу священнослужителя, Фролов устроил жертвенник. Что дальше померещилось заблудшему сельскую церковь Фролову, неизвестно. Только он открыл огонь на поражение. Местные жители, услышав выстрелы, позвонили в полицию. Звонок был сделан в третьем часу ночи. Родственники и погибшие сотрудники полиции пытались пресечь его противоправные действия. Однако, выстреливав еще несколько раз, мужчина через законный проем выбрался из храма и попытался скрыться с места происшествия. Попытавшемуся остановить злоумышленника полицейскому Фролов нанес ранение церковным атрибутом. Однако при поддержке коллег стрелок был обезврежен. Экспертиза позже покажет, что телесные повреждения повлекли легкий вред здоровью. Кроме этого, в ходе следствия установлено, что за несколько часов до указанных событий мужчина угрожал убийством местным двум жителям, направив в их сторону охотничье ружье. Сотрудники СК усмотрели в действиях 33-летнего Фролова сразу три статьи применения насилия в отношении представителя власти хулиганства и угрозы убийством. 12 декабря суд постановил заключить Фролова под стражу. Мать Михаила со слезами на глазах говорила, что сын болен. Он болен, он неадекватный. Он лежал в Саранске в Москве, в психиатрической больнице. Он болен. Больной человек, вы чего? Никакого героя не сделаете из него. В рамках расследования в отношении мужчины была проведена судебная психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой мужчина страдает хроническим психическим расстройством и не мог в момент совершения указанных деяний осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. После экспертизы меру пресечения ему изменили, переведя из следственного изолятора в психиатрическую больницу. Суд освободил мужчину от уголовной ответственности и применил в отношении него принудительные меры медицинского характера. Отметим, что ружье у Фролова было на законных основаниях, но при этом стрелок несколько раз поправлял психическое здоровье в специализированных больницах Москвы и Мордовии. Следователи направили в полицию материалы для решения вопроса, почему эти сведения не попали к участковому терапевту. Результаты проверки нашей редакции на момент подготовки этого сюжета известны не были. Анастасия Семышева, программа «Происшествие».